Время в Одессе повально устанавливают мафы. Горожане не перестают жаловаться. Говорят, что киосками заставляют их придомовую территорию. А из-за отсутствия водоотведения работники мафов сливают нечистоты просто на газоны или в открытые ливневки. Не говоря уже о мусоре, да и законность подобных объектов под большим сомнением, как и методы их установки. Неделю назад под нашим домом снесли мафы, которые занимали тротуар. И в принципе были бесполезными, что свидетельствует о частой смене ассортимента в них. Мы обрадовались, но ненадолго. 11 августа, в начале первой ночи, привезли новый огромный маф и начал устанавливать кран. Шум на все дома в округе. Ну уже один тот факт, что их привозят и устанавливают глубокой ночью, говорит о том, что скорее всего там не все чисто. Но вот этот конкретный киоск на улице Академика Королева, 79, еще не ввели в эксплуатацию. Внутри помещения заканчивают отделочные работы. Одесситы возмущены установкой подобных строений рядом со своими домами. Несколько дней назад их поставили, потому что перед этим другие стояли. Те снесли, эти поставили. Вот эти вот торговцы, которые тут работают, во-первых, антисанитарные условия. Тараз был гонял, все время вот сюда вот ходили, вот видите, вот это вот, сюда вот здесь пакостили, вот на территории. Вот эти вот контейнера все загружены всем. Я вообще не понимаю, кто их просил, вот здесь установили. Здесь тебе жильцы обратились, просим установить. Это было понятно все. Но мы их не просим, они нам здесь не нужны совершенно. Напомню, что за два года городская власть потратила более 1 миллиона гривен на демонтаж незаконных ларьков. Но на их месте тут же повырастали киоски нового образца, но со старыми проблемами. Отсутствием водоотведения и антисанитарными условиями. Отсутствием водоотведения и антисанитарными условиями.